Баба, привет! Мне сегодня с Росей нужна ваша помощь. У меня голова просто кругом, и помимо того, что меня уже поташнивает второй день, мне нужно собрать чемоданы в Ригу. Как вы уже знаете, наверняка из моего инстаграма поездка у нас будет экстремальная. Для тех, кто не знает, быстренько расскажу. Значит, мы с Рэмом пересекаем границу вдвоем, так как мы граждане Евросоюза, мы можем пересечь границу и вернуться на свое постоянное место жительства в Риге. Из-за пандемии мой муж эту границу пересечь не может, поскольку наложены ограничения. Он гражданин Российской Федерации, поэтому он остается в Санкт-Петербурге. Самолеты не летают, машина у нас остается в Петербурге, она нужна здесь, то у нас действительно получается экстремальная ситуация. Арс довезет нас до границы с Эстонией, там мы выгружаем тачку, у меня в руках будет коляска с ребенком, мой рюкзак, большой чемодан и еще вещи, которые можно погрузить в коляску. И вместе со всем этим добром я должна буду пешком пересечь сначала российскую границу, пройти паспортный контроль, показать все вещи, и потом пройти минут 20, по-моему, если я не ошибаюсь, межзаграничную зону, и потом пройти паспортный контроль еще в Эстонии. В Эстонии нас встретит моя подруга на машине, и мы продолжим наш путь в Ригу уже вместе с ней. Так вот, задача моя сегодня – собрать чемоданы приблизительно на 2 месяца пребывания нашего с ребенком в Риге, не забыть ничего, не взять лишнего, не взять слишком много, не взять слишком мало. Короче, я не знаю, что мне брать. Сегодня, пожалуйста, бабы, вовлекайтесь максимально, пишите в комментариях ваши советы, наблюдайте за всем, что я беру с собой, и помогайте боевой подруге, поскольку у меня башка просто не работает. Но перед тем, как мы займемся вещами, нам с вами нужно выбрать коляску. Мои уже горячо любимые друзья Бугабу прислали нам в подарок новую коляску Fox после моего обзора Хмиллиона. В своем обзоре здесь, на моем канале и на Инстаграме я рассказывала о том, как мы пользуемся этой коляской, какие нюансы я заметила, которые могут ее сделать менее удобной именно в нашем климате, в Санкт-Петербурге и в тех условиях, в которых мы ее катаем. Так вот, Бугабу послушали мои обзоры, прониклись в ситуацию и прислали мне Fox, который, как им кажется, решит все наши проблемы. Так вот, в силу того, что сейчас мы планируем пересечь границу, мне нужно решить, какую все-таки коляску брать, Fox или Хмиллиона. И здесь, баба, мне, конечно же, нужна ваша помощь. Вот они, мои красавицы, две коляски, из которых мне нужно выбрать. С Хмиллионом мы уже знакомы, ее я катаю, не знаю, уже несколько месяцев, и, в принципе, коляской я нереально довольна. Она супер маневренная, она очень легкая, всего 9 килограмм, и из полноценных колясок это одна из самых-самых легких. Помимо качественных колес, великолепной амортизации, здесь есть удобный прогулочный блок, который можно менять в позициях. То есть, ребенок может сидеть, может находиться в позиции релакса, может в ней спать. Также летом одна из новинок, которую мы только-только от Бугагу получили, это вот такой вот летний капюшон, который помогает ребенка спасать от солнца. В нем также есть прекрасная вентиляция, которая создает комфорт в жаркие дни, и плюс ко всему встроенная москитная сетка. Одним из самых главных плюсов этой коляски, благодаря которым я ее изначально и выбрала, это перекидная ручка, которая помогает в двух случаях. Первое, когда есть препятствия в дороге, которые невозможно преодолеть, катая коляску передними маленькими колесами вперед, тогда можно перекинуть эту ручку, и передними становятся задние большие колеса, которые преодолевают абсолютно любые преграды. И также эта перекидная ручка помогает во второй ситуации, когда малыш, например, сидит лицом к миру, начинает капризничать, хочет видеть маму, то я просто перекидываю ручку, и я могу спокойненько с ребенком общаться, и мне не нужно весь прогулочный блок просто переворачивать, ребенка извлекать и так далее, и так далее. Это мега удобная функция, и из-за этой функции я хамелеон просто обожаю. Конечно же, когда ты перекидываешь ручку, и передними становятся большие колеса, то здесь она теряет немного в маневренности, поскольку маленькие колеса, они маневренные, и также, кстати говоря, на них находится амортизация, которую можно также регулировать. В общем, коляска прекрасна, обожаю ее, люблю, не могу, но, как я уже говорила, есть некоторые мансы, которые я заметила в этой коляске, пользуясь ей в Санкт-Петербурге. Первое – это открытая корзина. У нас, во-первых, очень грязный город, к примеру, сразу скажу, если ты выходишь из дома в сандалиях, как летом в босоножках, твои ноги будут черными буквально через 10 минут. Это первое. Второе – у нас погода непредсказуемая, она меняется каждые 5 минут, и здесь может светить солнце, а через 5 минут может пойти проливной дождь, причем с порывистым ветром, который дует со всех сторон, и ты от него спастись не можешь никак. Конечно же, ребенка спасет дождевик, с этим вопросом все в порядке, но, что касается корзины и вещей, вот это большая проблема, поскольку она очень быстро становится грязной, и ее заливает дождем, и это для меня просто кошмар сущий. Если ты идешь в дождь, мучаешься, и так, с зонтом, с рюкзаком, тебе еще нужно достать все вещи из этой корзины, и, в принципе, твоя прогулка становится не сильно так комфортной. Что касается Фокса. Фокс-коляска имеет большие колеса спереди, то есть они не такие маленькие, как на Хамелеоне, задние колеса ровно такие же. Также этот конкретный Фокс – это коляска лимитированной версии, которая называется Stellar. Впервые была выпущена она в 2018 году, и с тех пор эта коляска продается в ограниченном количестве. Я даже на самом деле не знаю, можно ли ее приобрести где-либо сейчас. Почему Мугабу прислали мне как раз-таки Stellar? Во-первых, из-за корзины. Корзина сама по себе намного больше, чем в Хамелеоне, и, думая о нашей предстоящей поездке, я в нее смогу поместить намного больше вещей. Причем она открывается и закрывается как сзади, так и спереди. У нее есть две крышки, которые независимо друг от друга открываются и закрываются. Одной очень важной деталью в случае коляски Мугабу Фокс лично для меня являются прорези на дне корзины. Эти прорези сделаны специально на случай, если в корзину попала вода, например, от дождя, или пролился ваш напиток. Благодаря именно этим прорезям вода просто-напросто вытекает из корзины, ну а маме остается ее только протереть насухо. Лично для меня эта деталь исключительно важная, особенно учитывая дождливую погоду в Санкт-Петербурге. В маневренности Фокс никоим образом не уступает Хамелеону. Она очень легкая и очень маневренная. Весит она 9,9 кг, ровно так же, как Хамелеон. Это очень легкая коляска, несмотря на прочность и стабильность своей конструкции. Плюс ко всему здесь есть две системы амортизации. Первая – это центральная амортизация, и вторая – амортизация на передних колесах. И, как я уже упомянула, передние колеса, они немного больше, чем передние колеса Хамелеона. Следовательно, проходимость этой коляски будет в разы лучше, поэтому в ней нет необходимости иметь функцию перекидной ручки. Еще Фокс от Хамелеона отличается тем, что она выше. То есть это одна из самых высоких полноценных колясок. Сидение 59 см от пола, и, опять же, думая о поездке в Ригу, первые дни, пока у нас не будет еще стульчика для кормления, например, эта коляска будет мне прекрасно помогать в кормлении ребенка. Ее я смогу использовать не только как шезлонг, сняв прогулочный блок, но также и как стульчик для кормления, чтобы мой ребенок мог комфортно принимать пищу до момента приобретения стульчика для кормления. Сам прогулочный блок, так же, как и у Хамелеона, он опускается и поднимается от абсолютно лежачего положения до вертикального. Разница лишь в том, что здесь есть рукоятка сзади самого прогулочного блока, и регулируется положение вот этого сидения здесь сзади. Если говорить о Хамелеоне, то положение прогулочного блока регулируется на основании самого блока. И что касается парковки и складывания этих двух колясок, они обе очень-очень компактные и складываются очень легко. Фокс, в отличие от Хамелеона, в доме можно припарковать, не снимая люльку, либо прогулочный блок. Это очень круто, поскольку мне и здесь, и в Риге нужно экономить место, мне негде держать коляску в разложенном виде. В случае Хамелеона, для того, чтобы припарковать коляску, прогулочный блок, либо люльку нужно снимать. Но это небольшая проблема, поскольку и прогулочный блок, и люлька, в случае обеих этих колясок, их можно привести в абсолютно плоское положение, и таким образом здорово экономить свое пространство. Если с шасси обеих колясок снять колеса, то они также очень компактно складываются для помещения в багажник любой машины. Еще одним различием этих колясок является тормоз. В случае Хамелеона у нас ручной тормоз, который мега удобный в ежедневном использовании, а в случае Фокса это тормоз, который ставится или снимается при помощи ноги. Круто, что клавиши нажимаются сверху в обоих случаях, и нам не нужно пачкать или портить свою обувь. Но в ежедневном использовании, как мне кажется, это менее удобно, нежели чем ручной тормоз. Но опять же, в контексте моей поездки, думая о том, что я буду все тащить в руках, в одной руке у меня чемодан, в другой руке у меня камера, в третьей руке у меня коляска, то здесь, в четвертой руке, ну, ровно как и третьей, у меня для нажатия тормоза в случае необходимости не будет, поэтому тормоз с ноги в этом случае, наверное, будет более удобным. Также, если думать о наших прогулках по пляжу, здесь я должна упомянуть очень важную функцию установления коляски на два колеса. Таким образом, чтобы мне было легче ее тащить по песку. И в случае Fox, эта функция используется без необходимости снимать прогулочный блок ребенка. Единственное, что здесь, как я поняла, по инструкции нужно учесть, так это то, чтобы ребенок был в прогулочном блоке лицом к маме. То есть в этом процессе я должна видеть ребенка. И если это условие учтено, то я очень легко при помощи нажатия двух клавиш могу эту коляску поставить на два колеса. В случае хамелеона коляску на два колеса можно поставить, сняв прогулочный блок и только потом его вернув на шасси. Вот такие вот две красавицы у меня есть. Что касается капюшонов, для Stellar я выбрала капюшон серый меланж из стандартной линейки Fox. Он, кстати говоря, к хамелеону мне тоже подойдет. Вот так он выглядит и если также есть необходимость, я могу спокойно его раскрыть и ребенка закрыть, если он спит или, например, если случилась непогода. Но в любом случае, я думаю, что для нашей подъезда я буду использовать вот этот летний капюшон. Погода действительно предвидится теплая и в стандартном капюшоне необходимости никакой нет. А раз уж нужно выбирать, то, конечно же, я возьму с собой летний капюшон. Нам с вами остается лишь только выбрать, какую коляску мне взять с собой. На мой взгляд, Fox в этом случае выигрывает только ради одной корзины, которая более вместительна и закрывается. Ну, не знаю, подруги, давайте пишите в комментариях, как вы думаете, какую коляску нужно брать. А тем временем давайте посмотрим детские вещи, которые я уже отобрала для нашей поездки. И пишите также в комментариях, все ли я взяла или что-то мне еще нужно взять. Так, подружки, и вот, собственно, мой кошмар, с которым мне нужно разобраться, что брать с собой. Значит, из всей этой кучи, сейчас объясню, почему я выбрала именно эти предметы и как я планирую это все использовать. Значит, все необходимые наши ежедневные вещи я распределила по категориям или по времени суток. Например, утро. Я сразу думаю, что мы делаем утром, когда мы просыпаемся. И первое, что мы делаем, это мы меняем подгузник. И я готовлю завтрак ребенку. Следовательно, сразу говорим о подгузниках. Мне нужно взять наши дневные подгузы. Я пока отложила одну упаковку. К слову, о вообще всех таких предметах, как подгузники, мы запаслись на карантин. То есть у меня дома есть, по-моему, упаковок 10 вот этих подгузников дневных. И ровно такое же количество подгузников ночных. Следующее – это наш завтрак. На завтрак я ему готовлю обычно кашу. И каше добавляю либо банан, либо фрукты. Либо, если ничего в доме нет, то могу использовать баночки Гербер. У них есть тоже фруктовый груш с яблоком, банан и так далее, и так далее. В общем, у меня в доме есть овсяная каша, есть гречневая каша. И я пока здесь отложила себе две упаковки каши. То есть здесь овсяная и гречневая. И также у нас есть еще для перекуса. Но это в дорогу точно, мне кажется, нужно брать. Здесь упаковка детского печенья от Флюоральпин. И также вот такие вот пафики. Вот такие вот штуки. Пафики называются. Тоже от Гербера. Вот такие вот маленькие звездочки. Они тают во рту, хрустящие, ребенок может ими лакомиться. В общем, это из еды то, что, мне кажется, нам пригодится. И важный момент. Скорее всего, нас посадят на двухнедельный карантин. В магазин выйти я не смогу. И, следовательно, мне нужно будет заказывать либо доставку от нам. Не так хорошо, как здесь в Санкт-Петербурге с этим делом. Поэтому я думала о том, что еще взять с собой несколько баночек Гербера. То есть разные. Либо это овощи, либо это мясо, либо это фрукты. В общем, все, что у нас в доме есть. А их тоже очень много. Я думаю, тоже положить в чемодан. Так, и есть нам также нужно из чего-то. Значит, для утра, для завтрака я взяла обычную мисочку. Также набор ложечек, большие ложечки, которыми я могу кормить. Маленькие ложечки, которыми он может есть. Может быть, сюда еще стоит положить вилочку. И, конечно же, утром, ровно так же, как и в любое время дня, мы пьем воду. Поэтому я взяла два паильника. Один 360, другой с трубочкой, который открывается вот так. Так, дальше утром, после завтрака, мы отправляемся с Рэмом купаться. И у него водные процедуры утренние. Поэтому я беру гель-шампунь, чтобы его намывать. Зубная щетка и зубная паста детская, чтобы мы чистили наши зубы. После водных процедур у меня лосьон и крем под подгузник. Естественно, влажные салфетки, они нужны 24 часа в сутки, когда случаются у нас аварии. Ровно так же, как и пакетики для грязных подгузников. Их я тоже использую утром, на случай, если, например, малыш проснулся и уже в подгузнике есть для мамы подарок. Также к уходу я еще отношу аптечку. И сюда я помещу все лекарства первой необходимости, которые могут понадобиться мне, либо Рэму. Пока я ее не заполнила, здесь какие-то мои штуки есть. Но, если она у меня на глазах есть, я знаю, что мне нужно позаботиться о том, чтобы в ней оказались лекарства. Так, идем дальше. После того, как мы накупались, переоделись, одежду покажу отдельно. У нас первый дневной сон, и для дневного сна мне нужны мои машинки белого шума. Вот, я в чемодан упаковываю нашу основную машинку белого шума. Это Marpak. Почему она основная? Просто потому, что эта машинка играет хоть всю ночь. То есть, насколько хватает ее батарейки, а ее хватает на очень долго. Вот столько она будет играть. И вторая наша машинка белого шума – это от Манщикин. Она называется Ш. И здесь несколько функций. Она, во-первых, ночничок. Если ночью мне нужно, я могу ее включить. И также здесь есть три звука, которые ребенку помогают уснуть. И первые 30 минут, когда он уходит на сон, я включаю шушуканье. Здесь также можно запрограммировать. 10, 20, 30, но мы используем 30. Так что для сна вот эти две штуки мы используем ежедневно. Как на дневной, так и на ночной сон. И также для сна я беру с собой камеру. Я не буду брать монитор с камерой, поскольку сама камера у меня прикреплена к стене. И монитор, он занимает дополнительное место в чемодане. То я возьму вот такую камеру от Xiaomi. Она просто цепляется к телефону. И в приложении я вижу изображение. Я думаю, что такой камеры нам будет достаточно как на дневной, так и на ночной сон. Еще один плюс этой камеры в том, что я могу во время снорема выйти в сад. После нашего дневного сна у нас обед. Для обеда я буду использовать ровно те же ложечки, которые у меня уже есть. И здесь я взяла дополнительно вот такую тарелочку с секциями. Она с присоской. Я думаю, что этой тарелки одной будет нам достаточно. В течение дня у нас также есть перекусы. Для перекусов я беру контейнер поймопечения. Этот контейнер очень круто работает с любыми маленькими, такими мелкими вкусняшками. Вот как, например, здесь эти звездочки. Туда я могу также положить фрукты, мелко нарезанные овощи, ягоды. Все, что ребенок любит. И вот такая штука, она помогает. Ничего не высыпается. И ребенок очень легко ручку свою сюда просовывает. И достает отсюда свою еду. Так, потом, на время бодрствования, что касается игрушек. Вот это для меня очень сложная тема, поскольку я не понимаю, нужно ли брать какие-то его любимые игрушки. Пока я сюда поместила нашу собачку Дэнни. Она поет. Hello baby, let's sing together. И хлопает ушами. В общем, Рэм очень любит эту собаку. И в течение дня он с ней играет, целуется, обнимается раз 500. Также я беру две книжки. Ну, не знаю, сложно было выбрать, но из любимых его взяла звуковую книжку от Asborn. Тут звуки джунглей. И вторую книжку, просто чтобы нам заниматься. Вот здесь буквы, предметы, цвета. И, в общем, очень много всего азбука. Цветная, очень красивая. Вот эти две я беру. Здесь мне нужен сильно ваш совет. Как мне быть? Понятное дело, что в Риге есть еще брат, у него трое детей. И они сказали, что дадут мне какие-то игрушки. Но нужно ли ребенку брать те игрушки, к которым он привык и к которым он любит? Например, также игрушки для купания. Есть определенный набор игрушек, которые он действительно любит. У нас есть пигвинчик, который дует пузыри. Второй пингвинчик, который машет крылышками и плавает. В общем, есть определенный набор этих игрушек, которыми пользуемся ежедневно. И, понятное дело, места для них нет. Но, может быть, уж точно нужно хотя бы одну из них взять. Так что напишите, что вы берете из игрушек в свои поездки. Сразу скажу, что тратить деньги большие на новые игрушки, ну, сейчас я не могу, поскольку время карантина. Сами понимаете, уже три месяца Арс сидит без работы. И мы, в общем, должны, естественно, экономить. И наша поездочка, так сказать, и наша жизнь раздельная. Он в Петербурге, мы в Риге. Она на бюджет положительно не сказывается. Поэтому речи нет о том, что я смогу покупать новые игрушки. Но развлекать его, в том числе и в машине, мне поможет наш iPad. iPad я возьму точно, поскольку сейчас ему год и уже два месяца. И в машине он с трудом сидит продолжительное время. Даже полчаса-час, и он начинает хныкать. Понятное дело, что я буду сидеть сзади вместе с ним. Но, тем не менее, iPad и развивающие мультики, ну, они, наверное, будут мне сильно в помощь. Так как я уже сказала, мы поедем 12 часов. Поэтому iPad я беру точно. Также из машины мы перед самой границей заберем держатель для iPad. И также повязку для сна ребенка в машине. Их я покажу непосредственно во время нашей поездки. Ее я тоже буду снимать. Для наших прогулок в Риге также я беру для Рэма переноску. Без нее я тоже, мне кажется, не обойдусь. Поскольку есть моменты, когда ребенок не хочет сидеть в коляске. И мне все-таки легче его взять к себе на руки. А чтобы руки не отвалились, у меня есть моя любимая переноска. Так что ее тоже уместить нам нужно обязательно. Вечер. Что у нас вечером? Вечером у нас, значит, ужин. Ужинает обычно он кефиром вместе либо с фруктами, либо с овощами. В общем, это любой смузи на основе кефира. И кормлю его я вечером из вот такого вот паильника с широким носиком. И также частью нашего вечернего ритуала перед сном это наша черепаха. Это проектор, который темную комнату наполняет очень красивыми переливающимися огоньками. И каждый вечер перед сном мы эту черепашку включаем. Так что ее обязательно надо брать с собой. И одежда. Вот у нас стопочка одежды. Как мне кажется, я взяла немного. Во-первых, это кепка. В летнее время обязательно. Здесь у меня, по-моему, три штуки футболок. Да, футболки. Потом многочисленные бодики, естественно. Поскольку бодик это вещь, которую ребенок пачкает очень-очень быстро. И бодик также можно одевать во время дневного сна, если жарко и нет необходимости в пижаме. Также есть бодики с длинным рукавом на выход или домашний. Вот как эти, например, от Carters. Потом, что еще, домашние штанишки. У нас там в Риге дом и сад. И я знаю, что ребенок будет ползать по траве и марать это все дело очень-очень. Поэтому домашние штаны я тоже беру. Хотя я очень надеюсь, что его коленки выдержат его ползание и без штаников. Ну и на крайняк я очень надеюсь, что очень скоро он у меня пойдет. Поэтому сильно ползать он не будет. Еще парочка бодиков. И также на выход одни джинсы я беру. Кофточку вязаную, которую мама вязала, когда я родился. На более прохладную погоду тоже на выход. Ну а на домашние прогулки, когда прохладнее погода, тогда я беру толстовки. У меня одна-две с капюшоном и одна просто толстовочка без капюшона. И тут у меня еще одни летние штанишки, которые на выход. И они такие потоньше. Потом я взяла еще пару пеленок. Это муслин платок, пеленка. Или, господи, использовала ее после рождения ребенка по-всякому. Ее на всякий случай возьму. Также один слюнявчик. Это в дорогу, скорее всего. Еще один слюнявчик тоже в дорогу, поскольку ребенок может мараться. И она, кстати говоря, пригодится мне также в Риге. И также у меня есть три пары тренировочных штанов. В них он сможет просто по дому ползать на улице. С ними я не буду волноваться, что он их испортит, запачкает и так далее. И для сна обязательно я беру одну из наших пижамок. Love to Dream. Без этой штуки мы спать не можем. Я предполагаю, что холодно не будет. Вот эту теплую с длинным рукавом брать не следует. Но на крайний случай, если будет прохладно, я под пижаму одену еще бодик. И я думаю, будет нормально. И также несколько пар носков беру с собой. В общем, подруги, это все, что я планирую взять для ребенка. Давайте, пишите мне, что вы думаете. Может быть, я что-то забыла. Может быть, у вас есть опыт. Может быть, я что-то беру слишком много, слишком мало. Что-то на другое нужно заменить и так далее, и так далее, и так далее. Если говорить про сумки, которые я возьму с собой, возьму вот этот органайзер. Он здесь у меня заполнен дубликатами всего. Тут есть мешки, значит, влажные салфетки, подгузники. Также здесь есть в переднем кармане одежда для ребенка, еда. В общем, здесь очень много всего. А, обязательно, обязательно, SPF для ребенка присутствует. Слюнявчик. Короче, здесь у меня заполнено все для нашей поездки. Так что в машине, чтобы не воротить чемодан, вот здесь будет все необходимое для ребенка. Этот органайзер, он цепляется на коляску, так что его очень удобно будет взять, и у меня руки, по крайней мере, от него будут свободными. Часть вещей я смогу положить в свой рюкзак. И помимо этих двух сумок у меня в руках еще будет большой чемодан. И здесь нужно помнить о том, что мне нужно уместить вот в эти три сумки все вещи ребенка и все мои вещи. Сегодня мы даже в моих вещей не кастулись. На себя одену одно платье, может быть, толстовку. И на этом, пожалуй, место в сумках для меня закончится. Ну ладно, я, конечно, шучу, но боюсь, что в реальности ситуация будет приблизительно такой. Поэтому, баба, мне нужна ваша помощь. Так что давайте, бабы, пишите, время у нас еще есть. Уезжаем мы в четверг. До четверга я буду читать ваши комментарии. Сегодня советуйте мне, что из этих всех вещей мне нужно брать, что не нужно, в каком количестве, какую коляску из двух выбрать и что взять для себя. Во влоге именно этой поездки я тогда уже буду показывать, что по итогу я взяла, как я собираю чемодан, как проходила наша поездка и как мы, я надеюсь, успешно и плавно, спокойно добрались до Риги. Ну а на этом сегодня все. Я с вами прощаюсь. Мы с вами увидимся в четверг. А в четверг, кстати говоря, будет очень интересный выпуск, может быть, даже с розыгрышем для вас. Так что не пропускайте. Все, увидимся в четверг. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok